Они ждали этого дня больше года. Больше года жили в арендованном жилье в надежде, что совсем скоро обретут свой новый дом взамен старому, попавшему под снос. В столичной Махалесе Маркандрваза сегодня приятная суета. Еще бы, ключи от новых квартир вручают не каждый день. Счастливыми обладателями в эти дни стали 288 семей. Теперь они владельцы от одной до четырехкомнатных квартир в новостройке в 12 этажей по улице Учлола. Новосельцы Хусный Дин Хаджаев с внуком уже осваиваются на новом месте. У нас дом под слом попал. Вот нам дали хорошую квартиру. Одну двухкомнатные, одну четырехкомнатные. Мы, конечно, довольны очень. Нам дали такую возможность, которую мы сами никогда не могли бы этот дом построить или жить в такой месте. Надо отметить, что рядом с новостройками в настоящее время ведутся строительные работы по благоустройству территории. По словам первого заместителя Хакима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций, Даврона Хидоятова, совсем скоро эта некогда небезопасная, особенно для детей, территория станет ровной дорогой как для транспорта, так и для пеших прогулок. Среди новоиспеченных жильцов и гульшат Мансурова. Женщина говорит, что о сносе домов в Махале Сузукота говорили еще 30 лет назад. Все эти годы люди, уже бывшие Махали, жили в режиме ожидания. Сейчас они с радостью спешат каждый в свой уголок. Вот, это такая большая радость. Сколько? Целый год почти ждали. Спасибо. Вся Махалья, половина ушли уже, а нам сказали, что все не будут ломать. Ну мы думаем, ладно, не будет, не будет. Потом наш дом попал, сразу нам дали деньги и сняли мы квартиру. И вот с ноября месяца, вот сейчас вот нам дали. Среди тех, кто впервые заселяются в новое жилье, и те, которые переехали еще в мае этого года. В семиэтажный дом напротив. Мы живем вот в этом доме. Второй дом, на четвертом этаже. Получили две квартиры, три и две комнаты. Мы очень довольны, благодарны, очень. Многочисленные семьи вместе с новыми квартирами сегодня обрели и новый смысл жизни. Адиба Исламова говорит, что теперь со спокойной совестью может наконец-то женить сына. Не передать словами свои впечатления. Большое спасибо всем, кто принимал участие в строительстве. Теперь увидимся на моей свадьбе. Вот они, равноценные квадраты в новых многоэтажных домах, где созданы условия для комфортного проживания. Свежий ремонт, новая плита, мойка. А самое главное, по словам жильцов, это те же самые, ставшие уже родными, соседи. С момента снесены нашего дома, три месяца ждали. Нам обещали 20 сентября, вот так и получилось. В 20-м мы получили ключи. Было радостно очень. Для Басуата Тахоновой новая четырехкомнатная квартира, где она будет проживать с супругом, превзошла все ожидания. До этого мы жили в маленькой сырой квартире. Даже если делали ремонт, все равно толка было мало. Все сыпалось. Сейчас смотрю на нашу новую четырехкомнатную квартиру и не нарадуюсь. Большое спасибо президенту за заботу, за условия, которые он создает для народа. Спасибо всем рабочим и строителям, которые трудились здесь день и ночь. У каждого из них своя история, переживания и ожидания, которые, как оказалось, оправдались. И теперь еще 288 семей ташкента обрели свое новое жилье. Мы продолжаем рассказывать о событиях в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова